Победа Тарапаты в холостячке – достаточно коммерческое решение. Здравствуйте! Если вы обратили внимание Макса, очень выделили в первой серии. Знаю его косвенно, но он очень близкий друг моего брата. То, что у него в бизнесе он успешен, правда, но ему нужна очень медийность для поднятия узнаваемости, чтобы выросли в ценнике его профуслуги. Слышала от подруги, что он только гей, и красивые девушки – это отмазка. Лично же сама его ни разу не видела с женщинами. У Максима очень плотно завязан бизнес с одним из бывших продюсеров шоу, поэтому его пристроили на холостячку. Харизматик, умеет заливать, злату поюзает для своих целей и все. Надеюсь, инфа будет полезной и вам пригодится. А по поводу самих людей нетрадиционной ориентации, есть люди, которые явно выражены со своей ориентацией, по которым заметно, а есть мужчины, о которых, можно сказать, никто бы не подумал. Лично я к ним равнодушна, они меня не впечатляют. И Тарапата мне тоже какой-то такой ровный, не впечатлил. Я предполагаю, что доля правды в этом есть. Откуда я взяла эту информацию? На канале одного из моих любимых блогеров-обзорщиков холостячки. И как раньше мы писали в студенческие года рефераты, и всегда нужно было ссылаться на информацию, где ее взяли, то я даже на этого блогера сделала пародию. Надеюсь, вы его узнаете. Привет, друзья! Безумно рад видеть вас на моем YouTube-канале, где мы 24 на 7 говорим о музыке, о новостях в шоу-бизнесе, о холостячке. И нас ждут впереди сливы на участника. Сливы! Поставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, на мой телеграм-канал. Становитесь частью нашей интернет-семьи! Продолжение следует...